В минувшие выходные вся Европа следила за спортивными событиями на стадионе Олимпийский в Чебоксарах. Для полицейских командный чемпионат тоже стал своего рода испытанием. Тысяча сотрудников органов внутренних дел, 360 солдат, 30 дружинников и 150 работников частных охранных организаций в течение трех дней обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан. В качестве общественных наблюдателей на мероприятиях выступили члены общественного совета при МВД республики Александр Соловьев и Этнер Егоров. Хочу отметить слаженную работу сотрудников полиции на чемпионате по легкой атлетике. Также хочу выделить их опрятный вид, незаметность для граждан и комфорт для горожан. На мероприятиях в рамках шестого командного чемпионата Европы по легкой атлетике приняло участие около 57 тысяч граждан. Происшествия не допущены. МВД Почувашии продолжает работать в усиленном режиме. Особое внимание стражи порядка уделяет обеспечению общественного порядка на выпускных вечерах в школах и массовых событиях, приуроченных ко дню республики. Между тем, члены общественного совета при министерстве дали старт акции «Каникулы с общественным советом». Началась она в Заволжье. Основным местом дислокации органов внутренних дел Заволжье является пункт полиции «Сосновка». Его первым делом и посетили члены общественного совета при МВД, ознакомились с работой местных стражей порядка. Начальник пункта Сергей Воробьев рассказал об особенностях несения службы в летний период. В это время здесь не только значительно увеличивается количество отдыхающих, но и возрастает опасность возникновения листных пожаров. Немалую помощь в их профилактике и охране общественного порядка оказывают конные патрули полиции. Ежедневно сступают два сотрудника. В понедельник, в неделю они отдыхают, в понедельник, в четверг, два дня выходных, и пять дней, значит, с 20 часов до 16 часов. Затем на базе санатория «Чувашия» члены общественного совета обсудили вопросы безопасного отдыха детей в летнее время с руководством подразделения по делам несовершеннолетних, госавтоинспекции МВД, а также Министерством образования республики. Основное внимание полицейские и общественники будут уделять соблюдению безопасности в местах отдыха детей, проведению встреч и бесед на правовые темы. Такие сегодня вести МВД. Отличной вам недели и до встречи в эфире. Спасибо, Марина. Ну а мы продолжаем наш... 1 июня для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей был организован небольшой сюрприз. Международный день защиты детей в рамках акции «Каникулы с общественным советом» в гости к ним пришли члены общественного совета при МВД Почувашской республики Александр Соловьев и Этнер Егоров. Есть у вас какие-то отступы в жизни, но мы надеемся, что вы будете учитывать то, что вы узнали, находясь в данном учреждении, и сделайте определенные выводы. Потому что с законом надо дружить. Если ты слушаешься закону, то тогда общество будет тебе во всем помогать. Сейчас в центре содержится двое подростков. Члены совета при МВД поздравили воспитанников с праздником и подарили ребятам мечи и сладости. Общественники беседовали с ними, поинтересовались их увлечениями и пообещали проводить такие встречи чаще. МВД Почувашской республики предупреждает. Участились случаи хищения денег с банковских карт. Никому и ни под какими предлогами не сообщайте пин-код карты и ее реквизиты. Установите антивирусное программное обеспечение на сотовый телефон или другое устройство, подключенное одновременно к интернету и услуге управления банковским счетом. При снятии денежных средств желательно использовать банкоматы, расположенные в безопасных местах, где имеется система видеонаблюдения и охрана. Это была последняя информация о рубрике. Отличной вам недели. До встречи в эфире.